Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня хочу показать покупки из магазина FixPrice. Давайте начнем с продуктовых покупок. За 55 рублей я купила сады придонье. Сок с мякотью, тыква, яблоко. Без добавления сахара. Я его очень люблю. Периодически там покупаю. Нравится вкус, нравится качество. Ну и, конечно же, очень приятная, приемлемая цена. Еще увидела большой пакет, 150 грамм цикорий растворимый, порошкообразный. Я его иногда пью, не скажу, что часто, не скажу, что это альтернатива кофе. Для меня, конечно, нет. Но в качестве такого, знаете, поощрительного элемента, якобы это более полезный продукт, я его решила взять. К тому же, когда приходят гости, некоторые просят именно цикорий. В общем, цена 55 рублей, но с учетом скидки какой-то там по карте, он не обошелся в 43 рубля. Я считаю тоже, это очень выгодная, хорошая цена. Как всегда, купила я чокопай, какао. Очень его люблю. Всегда беру здесь 6 штучек. Цена 55 рублей. Мне нравится больше именно с какао. За 99 рублей мы купили медвежонок Барни, 8 бисквитиков со вкусом шоколада, без добавления консервантов и красителей. Внутри нас ожидают 8 таких медвежат в индивидуальной упаковке. Очень удобно, можно брать с собой. Цена 99 рублей. Нам нравится. Мы тоже периодически берем. Хорошая цена. Из новинок я увидела компанию День Торта и легкий творожный йогуртовый тортик решила взять. Называется он Творожник. Здесь 400 грамм. Очень он аппетитно как-то выглядит, аппетитно представлен. Я сама не очень люблю сладости, выпечку, но я знаю, что у меня мои домашние будут просто в восторге. Цена была, сразу скажу, 149 рублей. Был Творожник и был еще Медовик. По-моему, так он называется. Я просто, если честно, не очень о них разбираюсь. По-моему, он был такой с медовой прослойкой. Давайте мы посмотрим срок годности. Хороший, довольно свежий. И хочу вам показать состав. Кому интересно, вот смотрите. Изделие мучное, кондитерское. Изготовитель у нас получается Москва, улица Академика Скрябина. Вот такая информация. Мы его попробуем, обязательно протестируем всей семьей. И потом я вам прикреплю фотографию его внешнего вида. 149 рублей цена. За 27,50 мини круассаны 7 days. Здесь 65 грамм. С кремом какао. Такая маленькая упаковочка. Ну, тоже приятная. Еще за 27,50 тоже от 7 days штрудель с начинкой абрикос. Я знаю, что 27,50 это очень хорошая цена. Недавно была в гипермаркете Лента. И там точно такой же штрудель. В объеме 80 грамм стоил не 27,50, а 43 рубля. Я еще так удивилась. Думаю, ничего себе, они цены, конечно, подогнали. За 15 рублей купила обновленной версии своего любимого батончика «Зебра». Он мне нравится по вкусу. Он не сладкий очень, не приторный. У него есть вафельная прослойка. Сверху идет изюм, орешки и все это в шоколадном обрамлении. Очень мне нравится этот батончик. Здесь у него получается 40 грамм. На один раз это хорошо. С чаем, с кофе. Вот увидела, сразу решила взять две штучки себе. Купила несколько видов каши «Ясно-солнышко» с изюмом. 35 грамм. Без ароматизаторов, консервантов. Не требуют варки. По-быстрому с утра залить кипяточком. Цена была 7 рублей 10 копеек. Тоже хорошая цена. Тоже в магазинах стоит намного дороже. Моя повторная покупка. Это кедровые леденцы с медом и прополисом. Для горла и иммунитета. Очень мне нравится. Одно время они пропали. Сейчас, смотрю, к нам завезли. Вот такой большой стопкой. Решила взять две упаковки. Цена приятная, приемлемая. Сами леденцы мне нравятся по вкусу. И действительно, если сразу же при первых признаках першения в горле, именно вот эти леденцы применить, то я думаю, что все пройдет. И на ранних стадиях можно будет превратить заболевание горла. Также купила мак-кофе капучино. Здесь 5 чашек с отдельным пакетиком шоколадной крошкой. Я думаю, что многие знают этот напиток. Я его не люблю, потому что он очень для меня сладкий. Он просто приторный. Но мой супруг очень любит его. И для него, собственно говоря, я и купила. Будет с удовольствием пить. Так, я еще увидела шикарную новинку от компании Юбилейная. Ограниченная серия. Вот такую красоту. Шока Барокко. Это у нас, значит, обычное печенье Юбилейное. Сверху с шоколадной такой прослойкой. С добавлением сливочного масла. И сама шоколадная глазурь у нас на 48% получается молочная. Очень красивое оформление праздничное. Не стыдно кому-то презентовать, подарить. Сама упаковочка небольшая. Здесь у нас получается 150 грамм. Цена каждой упаковки 55 рублей. Состав вы видите. Сроки годности до 1.22. Очень мне заинтересовали, во всяком случае, по внешнему виду эти печенья. Обязательно, как попробуем, я вам тоже сделаю отдельную фотографию. И расскажу, вкусные они, либо невкусные. С продуктовыми покупками мы, наконец-то, закончили. Давайте перейдем к косметическим. Из косметического и самого такого вкусного и интересного я увидела новинку. От компании By Comey. Это крем для рук и тела. Купаж цветочных масел. С ароматом черная орхидея. Нежное питание и смягчение. Смотрите, какое шикарное оформление. Такой цвет очень красивый. В упаковке у нас 190 грамм. Аромат черной орхидеи я воспринимаю, как очень насыщенный, парфюмированный, завораживающий. Такой аромат наслаждения. Аромат с очень приятной, соблазняющей текстурой. Подходит для использования после душа и после мытья рук. Его цена 99 рублей. Давайте мы посмотрим его текстуру. Потестируем аромат. У него такая средняя текстура. Хорошо распределяется. Единственное, я хочу сказать по аромату. Честно говоря, я ждала, что аромат будет более интенсивный. Более, знаете, густой. Более обволакивающий. На самом деле он такой немного смягченный, немного разбавленный. И вот эта черная орхидея, она абсолютно не навязчивая. Абсолютно такая, я бы даже сказала, спокойная. С удовольствием буду пользоваться. У меня кремов для рук и тела не так много. Поэтому я решила познакомиться с этой новиночкой от компании Камэй. С удовольствием протестирую. И потом, конечно, в пустых баночках в соответствующем видео расскажу вам, как он будет смотреться на теле и на руках. Дальше давайте покажу новиночку, которую я увидела буквально вчера на кассе. Называется компания Zandu Cold Wrap. Это у нас индийский бренд. Вот так давайте покажу, чтобы не отсвечивало. Что это? Это безопасное и эффективное средство на основе природных ингредиентов, способствующих избавлению от симптомов простуды. В общем, это некая мазь, которую мы наносим с быстрым действием, с природными ингредиентами. Древяная формула, которая способствует бережному и эффективному устранению симптомов простуды. Подходит при затруднении дыхания, заложенности носа, головной боли, мышечной боли и так далее. Давайте посмотрим активные ингредиенты. У нас жидкий парафин, воск, твердый парафин, камфора, масло эквалипта и так далее. Очень хороший состав. Производитель у нас, как вы видите, Индия и срок годности тоже очень хороший. Очень интересно попробовать этот продукт, посмотреть его поближе. У нас есть инструкция, что тоже очень хорошо. Давайте мы... Ой, какой он ароматный. Я вот отскрыла упаковку и уже пошел аромат камфоры, аромат эвкалипта. Очень. Объем 25 миллилитров. Такая удобная, красивая баночка. Так. Давайте я, наверное, вот так быстренько покажу информацию. Кому будет интересно, тот нажмет на стоп и ознакомится. Обещает быстро действовать, легко впитываться, без парабенов и не оставлять следов на одежде. И вот еще такая информация, для чего его применять. Головная, мышечная боль, заложенность носа и так далее. Так. С информацией мы ознакомились. И давайте теперь рассмотрим эту упаковочку. Вскроем ее. Она плотненько так закрыта. И вот такой сам по себе красивый продукт. Аромат ярко выраженный, как я уже сказала. Будет хорошо, наверное, избавлять от заложенности носа, от головной боли. Обязательно его протестирую. Очень актуальный продукт, потому что впереди у нас холодный осенний сезон, дожди и прочее. Я думаю, что он будет актуальный. Что касается цены, его цена была 99 рублей. Еще на кассе я увидела красоту. Не смогла пройти мимо. Я сейчас говорю о компании Etude Organics, которая не перестает удивлять и радовать нас новинками. Я увидела маски новые, которые совсем недавно к нам привезли. Так, давайте вот так покажу. Это маска увлажняшка и маска обаяшка. Была еще маска омоложайка, еще какая-то маска. Но я уже решила себя держать в руках, не вестись на вот это красивое, шикарное оформление. Говорю, Наташа, у тебя огромное количество тканевых масок. Куда тебе еще? Все, не смотри, отвернись. Все. Но схватили ручки за гребущие две маски. Я рада, что хотя бы две. Тканевая маска с экстрактом водорослей. Просто шикарное оформление. Просто какая-то картинка красивая. Реально расцветай и вдохновляй. И вторая маска открывайся и очаровывай с жемчужной пудрой. Очень красивые. Здесь все, как всегда, много расписано, много обещаний. 22 грамма. Маски шикарные, поэтому, девочки, поторопитесь, поспешите. Их очень хорошо разбирают. Цена у них 55 рублей каждой маски. За 16 рублей купила две пачки влажных салфеток антибактериальных КТ. Я их очень люблю. В упаковке 20 штук. Мне нравится само полотно, пропитка, аромат, действие. Хорошая цена. Всегда беру, поэтому по две пачки беру. А бывает и по четыре. Бахилы. Вещь незаменимая в хозяйстве. 50 штук. Давно я бахилы не покупала. Все закончились. Если в какое-то учреждение нужно зайти, либо медицинское, либо государственное учреждение, требуют бахилы. Поэтому все уже дома закончились. Решила я себе купить бахилы. 50 штук. Цена, по-моему, была 77 рублей. Также за 77 рублей купила набор декоративных элементов для композиции букетов в виде грибочков. Грибочки такие симпатичные, сделаны неплохо. Они на вот такой ножке, можно их куда-то вставлять, как-то все это дело обыграть. Это для поделок. Поэтому просто решила, что грибочки пригодятся нам в осенних поделках, в рукоделии в этом. Поэтому купила. Из бытовой химии купила один продукт. Это гель для туалетов Хомстар. Я его обожаю. С ароматом лимона. Там не лимон, там аромат хлорки ярко выражен. Это понятно. Но очень хорошо устраняет налет, ржавчины, другие загрязнения. Очень хорошо работает, бюджетный. Цена 55 рублей, 750 грамм. Беру просто, знаете, не раздумывая. Давайте теперь покажу вам интересные новинки из книжного отдела. Я себе купила, я себе, можно сказать, докупила книгу Дот Хатчисон «Сад бабочек». Грандмастер психологического триллера. Давно уже эта книга вышла. Многие ее уже прочитали, оставили отзывы. Я все никак не начинала читать эту серию. Почему? Потому что у меня не было первой книги «Сад бабочек», который, видите, вышел еще в 16-м году. Что здесь у нас по сюжету? Есть некий мужчина-садовник, который похищает девушек, держит их в саду под стеклянным куполом. Ну, в общем-то, я думаю, что все грани психологического триллера должны быть раскрыты. Первая часть – это «Сад бабочек». Вторая часть – «Розы мая». Тоже я когда-то покупала в фикс-прайсе за 149 рублей. Продолжение бестселлера «Сад бабочек». И вот у меня есть первые две части. Девочки, кто читал, подскажите. По-моему, там есть третья часть. Вот если мне первые две части понравятся, вот это 99 рублей, вот это в твердой обложке 149 рублей. Если первые две части понравятся, то я, конечно, себе уже отдельно в книжном магазине куплю третью часть. Очень рада я была покупке книги Гиоми Со «Девушка и ночь». Я уже знакома с этим автором. У меня была книга «Девушка из Бруклина». Я читала вам, по-моему, даже оставляла свои отзывы здесь на ютюбе. Гюсо мне очень нравится. Это французский автор, как он пишет его повествование, его сюжетная линия. Что касается данной книги, то главный герой-писатель вот уже 25 лет пытается разгадать страшную тайну исчезновения девушки, в которую он был влюблен. Он приезжает в родной город навстречу выпускников и не дает ему покоя исчезновения девушки. И еще не дают ему покоя муки совести. Видно, что-то он знает об этом исчезновении. В общем, я думаю, сюжет будет интересный и такой закрученный. Цена 99 рублей. Следующая книга «Хелена Флотт» называется «Терапевт. Новая звезда норвежского триллера». Я вообще норвежских и скандинавских авторов в последнее время полюбила. Они мне нравятся. Повествование, по языку, по накалу. Особенно нравятся триллеры, детективы. Я неравнодушна. Здесь пометка 18+. Что у нас по сюжету. Сара, главная героиня, у нас психотерапевт. Она помогает людям избавиться от страхов и навязчивых мыслей. Но кто поможет ей? Утром она получает голосовое сообщение от своего мужа, что он на даче у друзей. А друзья вечером позвонили и спросили, где муж, почему не приехал. Ну и тут вот начинается череда разных таких развития событий. Что с мужем, как, почему и так далее. Мне нравятся такого рода книги. Обязательно буду с удовольствием читать. Тоже цена 99 рублей. И книга, по моему мнению, самая интересная у меня на сегодня. Это писатель Ирса Сигур. Извините, не буду читать ее фамилию. Я не выговорю просто. Называется книга «Расплата. Королева Скандинуара из Испании». Очень интересно. Что у нас здесь? Когда-то ученики, по сюжету, когда-то ученики одной рюкьявской школы сделали послание в будущее. Написав о том, что, по их мнению, случится через 10 лет. Это послание положили в капсулу времени и зарыли в землю. Спустя 10 лет капсула была извлечена и послание прочитано. И выяснилось, что один из учеников предсказал смерть шестерых человек, указав их инициалы. Эту записку на всякий случай отнесли в полицию. И я так понимаю, что стала происходить череда вот этих убийств. Кто написал, как, что, почему, будем вместе разбираться вместе с нашим автором Ирсой. Тоже 99 рублей. Меня очень привлек сюжет. Буду читать. Также я увидела шикарные новинки в детском отделе. Но это уже, знаете, детский отдел обучающих книг. Я увидела вот такие большие книги-плакаты. Математика под обложкой для первых-четвертых классов. Я когда увидела авторов Узорова, Нефедова, это авторы, по которым дети учатся в школе. И на подготовке школьной, и уже в самой школе я этим авторам доверяю. И решила взять больше даже не ребенку, больше такие шпаргалки себе. Здесь у нас все в сжатой доступной информации идет по математике. Слагаемые вычитания, как нахождение неизвестного, таблица умножения, арифметические действия с нулем и единицей. В общем, вся полезная информация про умножение, деление двузначного числа, алгоритмы сложения в столбиках, умножение на однозначное число. И так далее. Вся полезная информация просто в сжатом таком виде. Я взяла математику. Я взяла русский язык. Тоже здесь, смотрите, алфавит, буквы, знаки, сочетание букв. Слов ударения. Безударные гласные. Непроизносимые согласные. Состав слова. Разбор слов по составу. Имена существительные, подлежащие, сказуемые, как это все разбирается, виды предложений. Все в таком понятном, красочном оформлении. В общем, классные обучающие плакаты. И третий плакат, который я взяла, самый любимый для меня, это английский язык. Здесь уже вторые, четвертые классы. Английский язык в школе начинается со второго класса. Тоже английский алфавит, чтение букв, согласных, время, счет. Счет, пожалуйста, количественные числительные, порядковые числительные. Знаете, даже не только для ребенка, но и для себя повторить, освежить школьную программу. Просто очень интересно. Я, когда купила вот этот плакат, я засела, стала сама его изучать. Мне стало тоже очень-очень интересно повторить какие-то основы, азы английского языка. В общем, супер. Девочки, у кого еще эти плакаты остались в наличии, то, пожалуйста, кому надо, идите, покупайте. Очень качественное, классное издание. Они стоили каждые 149 рублей. Вот такие были покупки в этот раз. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. И, конечно же, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!